Светлана Карпова руководит поликлиникой уже 15 лет, и все это время здесь работает стабильный коллектив. Именно команда единомышленников, с которой вместе развивают поликлинику, внедряют новые услуги, строят имидж учреждения, во многом помогла Светлане Валерьевне победить в конкурсе. Она, как и другие 35 женщин со всей страны, которые стали лучшими в своих номинациях, была приглашена на встречу в Совет Федерации, под патронатом которого он проходит. На встрече говорили о важности распространения в масштабах регионов и страны в целом лучшего опыта женского предпринимательства. Также обсуждали актуальность вопросов доступа российских женщин к кредитам и повышению компетенции в области ведения бизнеса. Этот конкурс для меня, наверное, дал какой-то позитив большой. То есть я поняла, что в нашей стране есть куда двигаться и есть куда стремиться. И женщина-руководитель, она точно даже в некотором смысле в лучшую сторону отличается от мужчин-руководителей. И я думаю, что этот конкурс, он только окрылил, наверное, и будут дальше действовать. Потому что и учреждение наше работает, и в общественной жизни очень много работы проводится. Общественная жизнь Светланы Карповой очень насыщена. Она депутат городской думы, член правления Союза женщин Забайкальского края. Совсем недавно общественная организация выиграла президентский грант, благодаря которому в Чите будут построены детские игровые площадки. Называется наш городок здоровья, медико-реабилитационный комплекс, а именно строительство детских игровых площадок на территорию нашей любимой больницы, Краевой детской клинической больницы, на Новобульварной. И часть у них на Шилово. То есть 8 площадок будем строить на Новобульварной и 2 площадки на Шилово. Выиграли. Так здорово. Такая замечательная победа. Всем благодарна. Всей команде выиграли грант на сумму 2,6 миллионов рублей и уже запустили работу. Я думаю, летом новые детские игровые площадки будут радовать наших маленьких пациентов. Сейчас Союз женщин Забайкальского края готовится к еще одному крупному событию. В начале марта планируется провести второй женский форум. На нем будут обсуждаться вопросы здоровья, имиджа, красоты и деловой репутации женщины. Екатерина Станиславская, Дмитрий Пенигин. Время новостей. Продолжение следует...